Уважаемые друзья, пожалуйста, подписываемся на канал, и поддержите его лайком, а я приветствую вас на моем канале, сегодня мы с вами рассмотрим манекены из слоновой кости возрастом в 4 века. Мало что известно о происхождении манекенов, небольших анатомических скульптур, которые, как считалось, использовались врачами 4 столетия назад. Но теперь передовые методы визуализации позволили заглянуть внутрь этих очаровательных кукол из слоновой кости. Исследователи с помощью микрокомпьютерной томографии успешно определили состав материала, и компоненты нескольких древних манекенов из слоновой кости, согласно новому исследованию, которое будет представлено на следующей неделе на ежегодном собрании Радиологического общества Северной Америки. Что такое манекены из слоновой кости? Считается, что манекены из слоновой кости были вырезаны в Германии в конце 17 века. Это лежащие человеческие фигурки длиной от 10 см до 32 см, обычно женские, которые открываются, чтобы показать удаляемые органы, а иногда и плод, прикрепленный тканевой пуповиной. Манекены украшены замысловатой резьбой, а у некоторых даже есть подушки под головой. Считается, что они использовались для изучения медицинской анатомии или, возможно, в качестве учебного пособия при беременности и родах. К 18 веку их заменили более реалистичные учебные пособия, такие как восковые модели и трупы. Затем манекены стали предметом любопытства и символом роскоши в частных коллекциях. Компьютерная томография хрупких артефактов Университет Дьюка в Дареме, Северная Каролина, хранит самую большую в мире коллекцию манекенов 22 из 180 известных манекенов по всему миру. Большинство манекенов из коллекции Дьюка были приобретены в 1930-1940-х годах таракальным хирургом Дьюка Джосайи Трентом, доктором медицины, и его женой Мэри Дьюк Бидл Трент до запрета на торговлю слоновой костью в 1989 году. Исследователи отметили, что после того, как внучки Трента пожертвовали их университету, манекены большую часть времени находились в архивных ящиках для хранения или за витринным стеклом, поскольку они слишком хрупкие для регулярного обращения. Обычно они хранятся в библиотечном хранилище и иногда выставляются на специальной витрине в медицинской библиотеке Дьюка, чтобы посетители могли их оценить, сказал Фидис. Шварц, доктор медицинских наук, научный сотрудник отделения радиологии в Дьюке. Неразрушающая визуализация с помощью рентгеновских лучей и компьютерной томографии использовалась в прошлом для изучения хрупких произведений искусства и древних артефактов. Изображения реликвий были чрезвычайно полезны для областей археологии и палеопатологии изучения древних болезней. Микро-КТ, это метод визуализации со значительно увеличенным разрешением по сравнению со стандартной компьютерной томографией. Это не только позволяет визуализировать внутренние особенности, это неинвазивно предоставляет объемную информацию о микроструктуре объекта. Доктор Шварц и его коллеги надеялись, что с помощью микро-компьютерной томографии они смогут определить тип слоновой кости, используемой в манекенах герцога, обнаружить любые ремонтные работы или изменения, которые не были видны невооруженным глазом, и позволят более точно оценить их возраст. Что говорят снимки о куклах из слоновой кости? Исследовательская группа просканировала все 22 манекена с помощью микро-компьютерной томографии и обнаружила, что 20 из 22 манекенов были сделаны только из настоящей слоновой кости, хотя такие материалы, как олени рога, могли быть менее дорогими в то время. Они обнаружили, что один манекен был сделан полностью из кости оленьего рога, а один манекен содержал компоненты, как из слоновой кости, так и из китовой кости. В четырех манекенах были обнаружены металлические компоненты, а в двух – волокна. Двенадцать манекенов содержали механизмы для крепления или ремонта внутренних частей с помощью булавок из слоновой кости, а один манекен содержал длинную съемную булавку, замаскированную под шиньон. Поиск того, когда были сделаны манекены. Наиболее известные торговые пути в 17 и 18 веках поставляли слоновую кость из Африки, что привело исследователей к мысли, что, поскольку почти все манекены были сделаны из настоящей слоновой кости, вполне вероятно, что слоновая кость, полученная для изготовления манекенов, была приобретена в африканском регионе. «Это может помочь в дальнейшем сужении наиболее вероятного периода производства манекенов», – сказал доктор Шварц. Как только исторические торговые пути будут более тщательно изучены, может стать ясно, что регион происхождения Германии имел доступ к слоновой кости только в течение ограниченного времени в течение 17 и 18 веков, например, с 1650 год по 1700 год нашей эры. Кроме того, выявление компонентов, не относящихся к слоновой кости, в манекенах может обеспечить более широкий доступ к углеродному датированию, что позволит исследователям более точно оценить возраст некоторых манекенов без повреждения хрупких деталей. Исследователи также надеются получить 3D-сканы для создания цифровых изображений и последующей 3D-печати моделей. Это потенциально ценно для научных, исторических и художественных сообществ, поскольку позволит демонстрировать и изучать эти предметы, сохраняя при этом хрупкие оригиналы, сказал доктор Шварц. Оцифровка и 3D-печать манекенов предоставят посетителям больше доступа и возможностей для взаимодействия с манекенами, а также могут позволить исследователям узнать больше об их истории. А я с вами уважаемые друзья увижусь в следующем видео, и спасибо вам огромное за лайки и подписку и увидимся на руинах. И я желаю вам удачи и здоровья, и приходите, пожалуйста еще.